Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. Предприниматели получили возможность самостоятельно выбрать земельный участок для ведения бизнеса, однако некоторые нормы не работали, пока Атамикен не вмешался и не защитил права бизнеса. Представители МВД на брифинге заявили о снижении уровня коррупции среди стражей порядка и рассказали, за что полицейским предлагали взятки до 2 миллионов тенге. Как же победить коррупцию? В полиции рассказали подробности страшной аварии, которая унесла жизни 6 человек из одной семьи. Трагедия произошла 17 сентября возле села Бекей на 290-м километре автодороги Самары-Шимкен. Предприниматели получили возможность самостоятельно выбрать земельный участок для ведения бизнеса. Об этом сообщили в Национальной палате предпринимателей. Однако некоторые нормы не работали, пока Атамикен не вмешался и не защитил права бизнеса. Кто нарушал чаще всего и почему так трудно получить землю под свою деятельность, расскажет наш корреспондент. Как рассказали в палате по земельному законодательству, участок для ведения бизнеса должен предоставляться исключительно через торги аукциона или по конкурсу, если речь идет о землях сельхозназначения. А получить земельный участок можно было только в том случае, если Акимат проводит эти торги. При этом выбор был ограничен только тем списком, который давали местные власти. В 2018 году по нашей инициативе, по инициативе НПП Атамикен, были внесены поправки в земельное законодательство, обязывающие Акиматы выставлять на торги земельные участки, по которым поступают заявки на их предоставление в течение 90 дней с момента отказа по таким заявкам по причине необходимости предоставления их на торгах и конкурсах. Акиматы при этом всем не торопились исполнять нормы и правила. Есть такие безответственные либо необязательные чиновники. К примеру, в северо-казахстанской и восточно-казахстанской областях лишь за один год было отказано порядка 60 заявок предоставления на предоставление земли по этой же причине. Но ни по одному не было проведено торгов в течение предусмотренного законодательства 90-дневного срока. И опять-таки по инициативе нацпалаты в КОАП РК была внесена норма, по которой должностное лицо из Акимата привлекалось к штрафу. Это 30 МРП за первое нарушение, за повторное 60 МРП. Это более 200 тысяч тенге, так что каждый предприниматель или обычный гражданин может подать заявку на публичной кадастровой карте или автоматизированной информационной системе государственного земельного кадастра. Можно отрисовать свободный земельный участок, приложить схему к заявлению и подать заявку в Акимат. Если вам Акимат отказывает по причине того, что такой участок должен быть получен на торгах либо конкурсах, с этого момента Акимат будет обязан в течение 90 дней выставить участки на торги и аукционы. И тут я хочу особо отметить, что это будет в том числе для земель сельскохозяйственного назначения, которые находятся вне черты населенных пунктов. Эти нормы также распространятся на эти земли. Соответственно, подаете заявку со схемой и ждете 90 дней. В течение 90 дней есть возможность получить эти участки на конкурсах либо торгах. Навести порядок в этой сфере не расстребовали и депутаты. Уже прозвучала информация о том, что в госсобственность вернули более 8 миллионов гектар земли. Теперь, чтобы окончательно привести все в норму, необходимо полностью внедрить цифровизацию, чтобы не было пресловутого человеческого фактора. Например, в ходе космомониторинга выявлено более миллиона неучтенных систем и пахотных земель. Имеет место несоответствие формы, границ земельных участков, дублирование собственников и многое другое. И это понятно, ведь информационная система Государственной земельной кадастры работает с данными, которые сформированы из 226 самостоятельных баз, ревизия которых не проведена, уверены депутаты. Не вся бумажная документация сохранилась и оцифрована. Уточнение идет очень медленно. Процесс осложняется тем, что данные получены в разных системах координат, а национальная система будет внедряться только в 2025 году. И эти данные кочуют из одной системы в другую, порождая новые и новые ошибки. До сих пор нет централизованной цифровой базы земельного баланса. Он ведется местными исполнительными органами, локально, по старинке, в таблицах Excel, и не содержит пространственных данных. Порядка 30% земель балансом вообще не охвачено. Это говорит о том, что нельзя оценить их статус и факт целевого использования. Они остаются в серой зоне. Вот и предлагают народные избранники ускорить создание цифрового земельного баланса, усилить ответственность операторов за качество введения информационных систем. И ни в коем случае не допускать недостоверных данных. Представители МВД на брифинге заявили о снижении уровня коррупции среди стражей порядка и рассказали, за что полицейским предлагали взятки до 2 миллионов тенге. Как же победить коррупцию? Некоторые предлагают ввести смертную казнь за коррупцию, по примеру, Китаем. Но эксперты уверены, что здесь нужна профилактика. Бороться нужно с причинами, а не со следствием. По словам главы управления департамента Кусаинова, появление у казахстанских полицейских смарт-жетонов снизило уровень коррупции. Жетоны нельзя самовольно отключить. При этом в любой момент к ним могут подключиться руководители. Это позволяет контролировать действия подчиненных в онлайн-режиме, отслеживать по GPS-системе фактическое их нахождение. Напомним, что и получение, и дача взятки являются уголовными преступлениями в Казахстане. В шесть раз с 82 до 504 увеличилось число сообщений сотрудников о попытках их подкупа. По 99 фактам начаты досудебные расследования. К примеру, старший следователь департамента полиции города Алматы обратился с рапортом о том, что подозреваемый предложил ему 2 миллиона тенге за прекращение уголовного дела. Такая же сумма была предложена начальнику районного отдела полиции Департамента полиции Восточно-Казахстанской области за увод от уголовной ответственности, который отказался от денежных средств и предупредил взятка дателя об уголовно-правовых последствиях. Начальник отряда Дуиз по Акмолинской области также отказал осужденному пронести на территорию учреждения 10 мобильных телефонов за 600 тысяч тенге. Ранее министр сообщал, что в департаментах полиции Жамбылской и Костанайской областей выявлены факты незаконных сборов денег личным составом патрульной полиции. В Астане же пресечены попытки полицейских объединяться с преступными группировками, в частности для прикрытия деятельности наркоторговцев. Также был выявлен ряд правонарушений в департаменте полиции Абайской области. Это организация незаконных встреч преступников в учреждениях лишения свободы. В Актюбинской области разоблачен начальник отдела полиции, получивший взятку в размере 350 тысяч тенге за непривлечение к уголовной ответственности. И это еще цветочки. В частности, только за прошлый год 103 гражданина уличены в даче взяток сотрудникам полиции, а с начала текущего года зафиксировано 99 таких фактов. Многие взяткодатели получили штрафы в размере от 20 до 30-ти кратной суммы взятки, а некоторые осуждены к реальным срокам лишения свободы. К примеру, к 2 годам 6 месяцам лишения свободы осужден ранее судимый житель города Алматы за дачу взятки в размере 10 тысяч тенге сотруднику службы пробации. В Туркестанской области мужчина получил штраф в размере 750 тысяч тенге за дачу взятки заместителю начальника отдела полиции в размере 50 тысяч тенге по факту непривлечения его к административной ответственности. К штрафу в размере 562 тысячи тенге осужден житель города Астаны, который перевел на Каспии 50 тысяч тенге патрульному полицейскому, чтобы избежать ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Как полагают аналитики, борьба с коррупцией у нас похожа на борьбу властных группировок между собой, когда одна группа свалила другую из-за того, что у одной из сторон оказалось больше компромата или больше влияния на силовиков или на антикор. Если только наказывать за коррупцию, ее невозможно победить, твердят эксперты. В Сингапуре, к примеру, чиновник должен доказать, откуда у него дорогая машина и дом. У нас этого нет. И главное, нужно просто уменьшить лицензии и разрешения, так называемые кормушки. Тогда коррупции станет меньше, уверены эксперты, ведь не будет самой причины. А в Казахстане борются уже со следствием. Пока Казахстан в индексе восприятия коррупции традиционно находится на нижних строчках рейтинга, что означает высокий уровень распространения коррупции. В рейтинге за 2019 год Казахстан занял 113 место из 180 стран. То есть Казахстан в числе самых коррумпированных стран. Боржан Шейхмет Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Во время операции «Стоп-трафик» в Казахстане выявлено 30 преступлений, связанных с торговлей людьми. Например, в Атараусской области уроженка Узбекистана вовлекла в занятие проституцией свою родную младшую сестру 1998 года рождения. Забрав документы и применив физическое насилие, заставила ее зарабатывать своим телом. В области ЖТСУ за торговлю с собственными детьми задержана 23-летняя жительница. Установлено, что женщина через посредников продала своих двух детей 2022 и 2023 годов рождения. В Туркестанской области сотрудниками УБОП установлены и задержаны двое глав крестьянских хозяйств, которые более пяти лет незаконно удерживали для трудовой эксплуатации 53-летнего гражданина Узбекистана. И это только несколько выпиющих случаев. У мужчины забрали паспорт и с 2017 года принуждали к уходу за малым рогатым скотом. Установлено, что он проживал в загоне для скота. При отказе от работы на него оказывалось физическое и психологическое давление. Проводится расследование по статье 126, части 3, пункту 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Потерпевший направлен в кризисный центр для реабилитации и получения помощи. В Ахтубе выясняют причины двух загадочных самоубийств. Пропавшего 11-классника нашли повешенным в сарае соседей. Подросток был младшим сыном в многодетной семье. Жил недалеко от школы в садоводческом коллективе. Буквально на следующий день под мостом в поселке Заречный повесился 19-летний студент. Он учился на втором курсе местного вуза. Официальная версия полиции – суицид. Причины и мотивы, побудившие на такой шаг, выясняются. По обоим фактам начато досудебное расследование по статье 105 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Доведение до самоубийства». С начала года в городе произошло больше 50 самоубийств. 150 человек, которые пытались добровольно свести счеты с жизнью, сумели спасти, сообщают правоохранители. Три человека погибли и семь пострадали в результате двух дорожно-транспортных происшествий на трассе Самары-Шемкента в Октябрьской области. Первая авария с участием иностранцев произошла в ночь с пятницы на субботу возле поселка Иргиз. 39-летний водитель автомобиля «Шкода Рапид» гражданина Российской Федерации допустил столкновение с грузовой автомашиной «Вольво», которая двигалась по встречной полосе. От полученных травм водитель легковушки и его пассажир гражданин Таджикистана скончались на месте аварии. Троих пострадавших доставили в центральную районную больницу Иргизского района. Еще одна авария со смертельным исходом произошла в результате столкновения трактора, груженного арбузами, и автомашины Киаурио. На месте происшествия погиб пассажир иномарки. Еще четыре человека с различными травмами были госпитализированы в больницу. По данным фактам, начато досудебное расследование по статье 345 части 3 Уголовного кодекса Республики. Всего с начала года на дорогах области погибли больше 60 участников ДТП. Стали известны подробности смертельной аварии в Западно-Казахстанской области, где погибли 6 человек. Напомним, трагедия произошла 17 сентября возле села Бекей на 290-м километре автодороги Самары-Шимкент. Столкнулись легковой автомобиль марки «Лада» «Приора» и фура марки «Дав». На брифинге первый заместитель начальника департамента полиции Западно-Казахстанской области Жанбулат Жаншин сообщил, что водитель легкового авто выехал на встречную полосу. С подробностями Альбина Коленова. На брифинге в департаменте полиции первый заместитель начальника Жанбулат Жаншин сообщил, что 17 сентября примерно в 19 часов 30 минут на автодороге Самара-Шимкент столкнулись легковушка марки «Лада-Приора» «Универсал» и фура, груженная товаром. В результате столкновения водитель легковушки и все пассажиры, в том числе дети, погибли на месте отрав, несовместимые с жизнью. 16 сентября семья находилась в гостях у родственников в поселке Круглозерное. 17 числа направлялся в Сырымский район. Погибшие супруги работали педагогами. По словам родственников, отец семейства не употреблял спиртные напитки. По информации, там две автомашины, одна грузовая, дав, Акчевинская регистрация и «Лада-Приора» – это регистрация в нашей области. По предварительным данным, автомашина «Лада-Приора» выехала на встречную полосу и допустил столкновение с автомашином ДАВ. В этом дорожном происшествии на месте скончались 6 человек, водитель и 5 пассажиров. Это одна семья, родители и четверо малолетних детей. Водитель фуры пытался уйти от столкновения, говорит Джамбула Джаншин. Моргал фарами, сигналил. Чтобы избежать трагедии, ушел в правую сторону дороги. Но, несмотря на это, легковой автомобиль врезался в задний прицеп большегруза. Отметим, водитель грузовика был трезв. По предварительной версии, водитель легкового авто либо отвлекся от управления, либо уснул. Отметим, с начала текущего года в Западно-Казахстанской области произошло 270 дорожно-транспортных происшествий. 59 человек погибло. Альбина Коленова, Олег Писаренко, Аймур Аджагапар, телеканал ТДК-42. В Уральске 19-летний житель города превысил скорость на 1 миллион 500 тенге. Автомашину любители быстрой езды, сотрудники батальона патрульной полиции остановили 15 сентября на улице Есенжаново. Молодой человек умудрился за 5 дней нарушить правила дорожного движения 33 раза. При патрулировании экипажем 505 городского батальона патрульной полиции на маршруте по системе Хурго выявлена автомашина ВАЗ-21-12, государственная номерная знака на казахстанской регистрации. При выявлении, при остановке по системе Хурго данному водителю, данной транспортной среде имеются злостные нарушения по скоростному режиму. Данный гражданодитель тем самым объясняет, что ему по системе не проходило данное нарушение, но, однако, он был установлен, так как регистрация казахстанская учета. И данная машина выдворяется на спецстоянку. С 18 по 22 сентября в Западно-Казахстанской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Бурушкер», целью которого является максимальное взыскание наложенных штрафов с правонарушителей и информированием населения о необходимости своевременного погашения административных штрафов. Во время рейдов на дорогах сотрудники патрульной полиции осуществляют проверку номеров машин по соответствующей базе данных должников. В случае обнаружения водителя в данном списке, транспортное средство будет выдворено на штрафстоянку до покажения долга. За первый день на акции, за полдня, уже задержаны выдворены 4 автомашины. У одного только более 560 тысяч штрафов, неоплощенных штрафов. Если будем остановиться конкретно, водитель данной автомашины на территорию центра города ездил в ночное время 98 км в час. В отношении таких злостных нарушителей, которые подвергают жизни и здоровью наших граждан, мы принимаем меры по выдворению транспортных средств на штрафстоянку до исполнения наложенных штрафов. На дорогах Мангостаусской области выявлены 24 дефекта. Специалисты Национального центра качества дорожных активов с начала года выезжали на мониторинг более 250 раз. Они проверили состояние 797 км дорог и установили, что на ряде участков нарушен асфальтобетоновый слой. Подрядные организации, которые занимались строительством, обязались исправить все недостатки за свой счет. Развитие дорог – основная тема послания президента Касмжомар Тукаева. Экономика может развиваться только при хороших дорогах, отметил глава государства. Эта дорога соединяет села Щитпи и Казанмагистаусского района. В настоящее время реконструируется участок Тасмурн-Мастек. На некоторых участках асфальт полностью разрушен, что препятствует движению транспорта. Жители недоумевают – отремонтированная всего пять лет назад дорога уже разбита. Дорога в ужасном состоянии. У нас еще никогда не было качественной дороги. Везде все разбито. Невозможно проехать на автомобиле. Лучше бы, как раньше, ездили по грейдеру. Специалисты, проверяющие состояние дорог, неоднократно выезжали на трассу Щитпи-Казан. По их мнению, глубокие ямы здесь образовались из-за крошения асфальтового слоя. А причина – некачественные материалы. За качество строительных материалов отвечает сам подрядчик. Но прежде чем укладывать их на дорогу, подрядчик привозит образцы к нам. Мы тестируем их в лабораторных условиях. В случае обнаружения дефекта применение материала в строительстве не допускается. В Мангистал за семь месяцев проверяющими органами проведено 251 наблюдение и получено 1334 пробы. Более 200 из них не соответствовали требованиям нормативных документов. До конца года в регионе отремонтируют 165 километров дорог. Высокое качество строительства находится под пристальным вниманием, говорят специалисты. В Уральске состоялся финал конкурса «Мисс Уральск-2023». Мероприятие прошло во Дворце культуры Атамикен. Традиционно конкурс был проведен при поддержке Акимата и Молодежного ресурсного центра Акжаек Жастере. За звание «Мисс Уральска» боролись семь финалистов конкурса. Кто удостоен короны, победительница, расскажут наши корреспонденты. Конкурс «Мисс Уральск» берет начало еще в 80-х годах прошлого столетия. Ежегодно его участницы соревнуются за корону победительницы, проходя ряд испытаний. Девушки проходят отборочный кастинг, демонстрируют навыки дефиле и хореографии, актерского мастерства. Также участвуют в профессиональных фотосессиях и видеосъемках. Соревнуются в вокальных, спортивных и кулинарных конкурсах. В финале конкурса за звание «Мисс Уральск» борются семь финалисток. В состав жюри оценивающих конкурсанток вошли редакторы модных журналов, известные деятели шоу и медиа-бизнеса. На мероприятие были приглашены и бывшие участницы конкурса. Я продолжила свою жизнь в моделинге, начала работать в этой сфере и развиваться в дальнейшем. Я участвую в различных показах, езжу в разные города, как Тарас, Алмата, Астана. Участвую в показах, в фестивалях. Те, кто уже участвовал в подобных мероприятиях, отмечают, что конкурс красоты в первую очередь помогает развиваться и раскрывать свои таланты и способности. Я сначала поехала в Амату, на конкурс, там выиграла первое место. Мне дали путевку в Москву. Поехала там в Москву и выиграла, так скажем, тоже к рампли. Подумала и решила такой вывод, что это просто будет как хобби, а не работа. Каждая участница должна была продемонстрировать дефиле. Также конкурсанткам предстояло принять участие в танцевальных и национальных выходах, конкурсе талантов, интеллектуальном туре и завершающем вечернем выходе. Лучше всех, по мнению жюри, с задачами справилась участница под номером 6 Рамазанова Айслу. Ей и присвоили почетное звание «Мисс Уральск». Обладательницей звания первая вице-мисс Уральска стала участница под номером 2 Ликерова Айбарша. В первую очередь хочу поблагодарить наших организаторов, наших учителей, которые с нами работали, уделяли нам время. Победительницы были удостоены призов и подарков. Марина Горбук, Наруан Кунашев, Аслабик Абекенов, ТДК-42. Художественно-образовательный центр искусств имени Кюши Досыма Максутова открылся в Уральске. В центре ведется обучение пению, игре на разных музыкальных инструментах, хореографии, видеосъемке и монтажу. Также ваш ребенок в возрасте от 6 до 14 лет подготовится к школе и познает тонкости робототехники. Все кружки преподают квалифицированные и опытные специалисты. Также есть высокая вероятность участия в соревнованиях различного уровня. Например, танцевальные ансамбли центра Дос и Куншуага уже стали лауреатами республиканского конкурса. Наша цель – чтобы дети не проводили много времени в телефоне, а ходили в художественные галереи и получали культурные знания и обучение. Все мы знаем, что талантлив каждый ребенок, но очень важно вовремя разглядеть эту одаренность и помочь ее раскрыть. Поэтому задача развития талантов, конечно, одна из главных стоящих перед нами. Наш центр открылся год назад. Сегодня состоялось торжественное мероприятие. Приходите, мы ждем вас. Если вы хотите развить творческий потенциал ребенка, приходите в центр имени Досыма Максутова. Первое пробное занятие – бесплатное. Центр расположен по адресу город Уральск, улица Пугачева, 24. Контактные номера – 8 707 621 6021, 8 707 421 4021. Страница Инстаграм – Досу Нербалем Орталах. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. Тенго Ки-Зет. Оформим микрокредит до 170 тысяч тенге наличными до 25 дней за 170 тенге в день. По адресу улица Курмангазы, 167, улица Курмангазы, 80, микрорайон Северо-Восток, 47, торговый дом Астана, поселок Зачиганск, улица Жангерхана, 18, дробь 2. Продолжение следует... Оформите микрокредит в Коке, Тенго или Хава на сумму от 20 до 170 тысяч тенге и выиграйте кругосветное путешествие. Розыгрыш призов каждую неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова